В профилактической работе с жителями района принимают участие все службы и подразделения Одинцовского межмуниципального управления полиции. Но главная нагрузка ложится, конечно, на участковых. В сельском поселении Никольское люди знают их лично и охотно вступают в беседу. Информационные листовки для распространения были изготовлены при участии общественного совета и местных властей. Прочитайте, ознакомьтесь с соседем, приседайте, с близким с вами. Возьмите, пожалуйста. Там все, в принципе, расписано, какие действия, в случае каких-то мошеннических действий. Сразу звоните, номера телефонов, какие-то подозрительные лица ходят. Да, 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 правильно, правильно. Один из излюбленных приемов мошенников представится сотрудниками коммунальных служб или социальных органов и таким образом попытаться попасть в квартиру к доверчивым гражданам. Что случается после, всем хорошо известно. А в лучшем случае человек всего лишь расстается за своими деньгами. Самая надежная защита от злоумышленников – знания их уловок. Расклеивают объявления на подъездах о том, что в многоквартирном доме будут меняться либо батареи, радиаторы, либо приборы учета. Представляются сотрудниками управляющей компании, тем самым получая прямой доступ в жилище наших граждан. Для предупреждения этого, конечно же, управляющая компания развешивает объявления с контактными телефонами. Поэтому призываю наших жителей при таких объявлениях звонить в управляющую компанию и уточнять, направлялись ли сотрудники данной компании по этим адресам. Памятки о том, как защититься от мошенников, распространяются также и по почтовым ящикам. В работу по профилактике мошеннических действий активно включены и сторонники политической партии «Единая Россия». Надо вешать на подъезды и людей, конечно, ставить в известность, потому что это очень важно. Пенсионеры вообще люди, которые никакой информации не получают нигде и никак. Хотя бы на подъезде будет висеть, уже хорошо. Хорошо, что есть номера телефона, мы можем обратиться куда нужно. Комплексный подход позволяет постепенно снижать в районе остроту этой непростой проблемы. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.